Книга «Открытым оком», том 2, тема «Работа», вопрос 860. «Можно ли раздавать ту милостыню, которую тебе подали? Считается ли это твоей милостыней или нет?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ефесянам 4, 28. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». «Если это общая церковная милостыня, казна, и ты поставлен правильно ею распорядиться, раздать, то в этом немалая мудрость, твой труд, награда». Римлянам 12, 8. «Увещатель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Святые не одобряли раздаяние чужой милостыни. «Если не нуждаешься, не принимай, но искренне поблагодари дающего и Бога». 2 Коринфянам 9, 7. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог». Деяние 20, 35. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Апостол Павел заботился об Иерусалимской церкви и старался для голодающих и обездоленных собрать как можно большую милостыню. И если она будет достаточно велика и прилично для Его сана, то Он Сам готов доставить ее в Иерусалим и раздать». 1 Коринфянам 16, 1-4. «При сборе же для святых поступайте так, как Я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние. Чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут». Галатам 2, 10. «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности». Продолжение следует... Продолжение следует...